Звучит музыка Значит, вот мы находимся сейчас на вокзале города Рязань И у нас путь идет дальше в Сапожок Переодеваемся Звучит музыка 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 Слушайте, ну как-то человек, легенда. Все приходят, совсем не фотографируясь, бабка. Ну, потому что вы легенда. Легенда. Давайте, приходите. Может, картошечки отварить? Да нет, мы вам наоборот сейчас сладкого принесем к чаю. Это мы уже точно решили, потому что у нас есть шоколадки. Ой, успокойтесь со своими шоколадками. Я еле поела. Да. Слушайте, ну вы серьезно про коровку, то, что вы сегодня пешком ходили? Не шутка прям, да? Ну, я каждую среду хожу. А, ну раз в неделю, да? Да. 8 километров. У нас навигатор показывал 8 километров. 8? Да. 7 там с чем-то. Вот мы шли по навигатору, он показывал 7 с чем-то километров. Вы напрямую шли? По дороге. Вот где есть дорога. Ну, очертания дороги. Левее туда. Да, левее. А можно еще правее пройти, где нет дороги. По прямой, вот как столбы идут. А, вы прям по столбам ходите? Да. А там же нет дороги. Почему нет-то? Есть? Есть. И мы идем, а там следы вот эти вот кабанов. Или кого это были? Там косули, там маленькие следочки, косули молодые ходят. Но мы, если честно, напряглись. Вот. И у вас... Вы, вас народ столько, а вы напряглись. Ну, напряглись. Не то, чтобы испугались, но напряглись. А и дом, главное, красота в таком состоянии хорошем. Ничего не играет, ни фундамент, ничего, да? Да какой дней это, вон все осыпалось с той стороны, во дворе все осыпается, угол разваливается. Это я прошлый год именно привезла, я покрасила, говоря, а то пропадет все равно. Ну, выглядит просто потрясающе. Ой, куда там. Сейчас я вас еще раз... Ой, ну, хватит. Вы знаете, мы сейчас сходили вот туда, где крест, да, это же не так давно поставили? В мое детство не было? Нет, конечно. Это... Жанна приехала уже, на пенсии пошла, она наставили. Понятно. И вот еще... Ну, сколько? Лет 5, наверное. Лет 5 назад, да? Да. Это на месте, где церковь была, когда-то давно. Да, здесь была церковь. Я помню эту церковь, она была деревянная. А это вы, когда еще, наверное, маленькая были? Да. Там уже был клуб. А, уже сделали. Не сделали, а как была, так и было. И клуб был. А потом загорел. А батюшку, наверное, после войны, когда там их разгоняли-то, он приехал в Рязань. Вот год 3, наверное, назад приезжали там правнуки или внуки. И я их водила туда, вот где магазин. А это правнуки его или... Дедовы. Дедовы, да? Дедовы, да. Вот. И я их водила. Я высеком тоже, они все фотографировали со мной. Не, ну, слушайте, ну, реально, человек, который живет 29 лет здесь, практически один. Вот, я не знаю, мы вот зашли на... Я не одна, я приехала в 93-м году. Ну, я помню. Мама была жива. Ну, да, ну, там сколько, не так много же ведь она была жива, мама? Ну, она в 201-м году умерла. А, ну, а так остальное время сколько? 20 лет уж, получается, вы одна. Да. Потому что ребята никуда не ездили, кроме сюда. Не в лагере, никуда. Вот. Мы никуда не поедем. Ну, и мне пришлось оставаться здесь. Ну, я помню, что вот когда я приезжал сюда последний раз, это 2000-й год был, как раз дедушка заболел, и вот отсюда его эвакуировали. И вот как раз мы тогда закрывали все, и вот мы видели как раз огоньки-то над лесом, то, что здесь все про НЛО и так далее. Вы тоже видите? Ой, сколько раз видела. Да? К Жанке вон прям к дому прилетали. Серьезно? Да. А шары или тарелки? Они как звезды вот такие, только большие такие. Просто когда мы видели, они с такой скоростью летали, что просто ну нереальные. Нет, медленно. Медленно, да? Медленно, да. Но не жутко? Нет. Вот я нормально. Они вот над лесом появлялись. Мы один раз идем с Володи в коровку. И туда вот в конец зашли, к лесу. И в лесу вот так свечи горят. В середине горит это. Как от машины фара. А по бокам свечи горят. Там этот вот соколь-то разваленный. Мы дошли до него. Он поворачивается назад. Я говорю, Володь, смотри. Они как будто бы сверху вниз светили? В лесу. В лесу. В лесу стоят там промежутки. И мы его-то видели. Обалдеть. А над... Сюда вот... Здесь вот част были вот. Прилетали, да? Угу. Один раз я пошла. За дядю Данил, что ли, я ходила что-то. И у Костика там вот. Не у Костика, а дядя Ниша там же вот. Угу. У него светится. Я Володе говорю, вот, и ну, нет, нет. Потом пошел, посмотрел, вот у дяди Артема тут вот тоже, и ну, было. Он пошел. О, правда. И они так учились. Они вечером, да? А к Жанке, да, вечером. А к Жанке подлетели. Она говорит, я и за печку спряталась. Они, говорит, это, светят. Опустились пониже. В окна светят. В окна светят? Да. И мы потом, это, сын был еще у меня жив. Мы ходили к ней, я ночевала с ней. Боялась? Одну ночь она боялась. Приходить, говорит. Ну, сидели до 12, Сережа пошел домой. А я пошла, а я осталась с ней ночевать. Угу. Ну, потом ничего. Обалдеть. Не, вот так вот я говорю, мы-то когда приезжали, вот в 99-м, я видел, вот сам несколько раз, люди не верят. А на самом деле видел. А сейчас нет уже, да? Сейчас я не вижу. Ну, вы, наверное, ложитесь спать по режиму все, да? Какой режим, как придется. А, то есть так же, да? Конечно. Да, и вот мы, конечно, сегодня шли, я не знаю, ребята, вот, ну, я-то нормально, а они напряглись в плане того, что следы, следы, следы вот этих вот, ну, косыля, не бойтесь, не бойтесь вы их. Звери сами боятся. Ну, да, звери, да. Тут и рысь есть даже. Рысь есть? Рысь есть. Да. Ну, ничего себе. Красота, конечно. Я вот над тем лесом видел, вот, вот, прям вот, вот, где солнце садится. Да. Мне кажется, я там эти огни-то и видел. Вот здесь они, вот. Тут вот посадка была, и они там вот. Прям напротив, да? Напротив, вот. Сколько раз. А здесь вот на деревне не было, в принципе, рядом, в смысле. Ну, вот над домом здесь. О, вот сюда долетают. Сюда прям, да? О, долетают. Один раз я видела, оттуда вон, двигалась сюда. Вот от леса, от угла сюда, на деревню. Был. Да, уж, конечно. И вот после этого не считать вас легендарным человеком, который здесь, получается, в какую-то зиму, в предыдущую вы одна, да, здесь были во всей деревне? Нет, одна я не была. То есть кто-то здесь дожил еще? Вот сосед жил. Так умерли несколько лет назад. Он прошел вот так. А, в прошлом году умерли. То есть вас двое, получается, было? Мы двое жили. Потом Сережа приехал. Потом Жанка пошла на пенсию, тоже приехала. Ну, что там посмотрели? Вы единственный лучик. Счастье в этом никому не нужном мертвом месте. И это круто. Вы как искра Прометеева, которая здесь поддерживает огонь жизни. Даже не верится, что здесь когда-то была жизнь. Вот мы нашли старые колеса от телеги, вот в том заброшенном доме. Сложно поверить, что здесь стояло 360 домов. Это вот Жанкина на той стороне, ее дочь, посылала в Рязань, в церковь. И вот с храма там присылали. У меня там где-то есть это, с церкви, листочек, как жили тут. А, даже так? Да. То есть, есть, это опись какая-то, да? Да. Обалдеть. В церкви это, они посылали, а тут писала. Сейчас я посмотрю, если найду, я вам покажу. А где находилась школа? А школа вот, мы проходили, где Зинаида Васильевна жила. Школа была, где крест стоит, а тут вот липы стоят. И вот тут у нас была, и тут это. А вы вне учились? Акации, да. Вне учились. То есть, вы не ходили в коровку в школу, как дедушка? Почему? Ходили тоже. Мы только до четвертого класса. А потом каждый день по 8 километров туда ходили? Каждый день ходили. Ну, осенью мы остановились на квартиры, потому что темно ходило. Ну, да. А пока светло мы ходили. В октябре где-то, в начале ноября мы остановились на квартиру. И в марте уже ходили домой. Тут всем наша березовка нравится. Кто приедет, всем нравится. Ну, здесь... Тихо. Уникально, я бы сказал. Никого нету. Видите, бабушка Маша сказала, прямо вот над домом окна светили, пролетали. Инло, инло. Гранд. И бабушка Маша ходила, ничего страшного, женщина напротив одной. Снег птичка. Ласточки. 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 Они у меня на дворе. Живут в гнездо. У них где-то здесь гнездо тоже. А мы видели вот у дома Игоря на трубе, там тоже гнездо чьё-то. Может, они тоже сидят. Кто-то знает. Может, скворцы. Ну, кто-то, да. Может, ласточки. А здесь, получается, никто, да, уже не живёт? Нет, никто. Ну, вот, где лазерные, вот эти люди стояли ахины. Где ахина они ушлили. Для ласточки ставили скворечные. Они скворечные жили. Главное, здесь такая тишина. Во дворе. Да. И не верится, что здесь жило такое большое количество народу. Очень верится. И сейчас 200 человек, вот, если брать источники открытые. А сейчас, получается, остались вы и ещё женщины на той стороне, да, вот, кто более-менее постоянно? Да, бабочка там, привет. Где мы его ещё? Где мы его? Два-три человека. Нет, самое интересное, что прилетали и в окна светили. Ну, а что им ещё делать? Не знаю. Вообще. Они то поднимутся, то опустят, то поднимутся, то опустятся. А вам вообще одиноко здесь бывает? Когда находитесь в таком прямо изоляции? Они некогда находиться в одиночестве. Работа. Работа. Наработаешься. Поел скорее и спать. В 10-м число. А вам вот собаку как он, котёнок? Кошка у меня есть. А, кошка есть. Кошка есть. У меня было их 5 штук. Володина была, потом один пришельц был, а это один котёночек мой. А прошлый год кошка катилась, я одного котёнка утопила, а второго не поймала. Остался. И вот осталась одна кошка, а этих нету. Этот молодой подвох на кровати, его, наверное, рыжик очень драл. Вот ещё один был у меня кот, он за ним гонял. Он залезет вон туда на берёзу, а он за ним. А вы знаете, что баба Маша мне сказала? Что здесь рыси есть. Ух ты. Да. Солить. А из последних животных каких видели? Не бойтесь. Чё вы боитесь-то? Ну вы с вами-то точно боятся. Пять взрослых мужиков шли сюда восемь километров. С топорами, с ножами. На стрёме. Ой, кабаны, ой, здесь медведи, ой, сейчас мы не дойдём, нас сожрут. Приходим, а тут баба Маша, который ходит каждый день почти там, ну или сколько раз. Целыми днями. Магазин и обратно, те самые семь километров. Это надо вырезать. Это опасное место. Мы сегодня видели следы по дороге сюда, думали, какие-то детские ботиночки, думали, кто может зайти в такую даль, а это баба Маша. Я скажу. Коровку. Там вот за лесом болото, рыбаки там. А, бывают там рыбаки, да? Бывают. Ну это с коровки, наверное. Слушайте, а в коровке что-нибудь живёт? Сколько человек вообще там? Ну там что-то там постоянно, зимой же есть люди? Ну там большой, большой. Большой. Бескали там сто домов, я не знаю, так? Я не знаю. Сто человек, сто человек. Может. Я не знаю, сколько там народ живёт, но тоже так вот по одному человеку живут. А на Лукмасе? И на Лукмасе тоже. Ну и больше, чем у нас здесь. Ну там тоже человек 20, наверное, повешено. Солнце опускается, а наверху как лампочка повешена. Я один раз увидела, ой, обалдела. Вот, что-то такое. А потом встал каждый раз, смотрю. Так что тут. Вот посмотрите. Да, мы зайдём к вам в гости. Зайдите. Спасибо вам. Как дикари. Как бы, слушайте, неудобно, блин, ваш быт нарушаем. Какой быт? У меня тут так, грядки одни. Так, у вас здесь вот разуться можно, да? Не разувайтесь. Не разувайтесь. Что тут разуваться? Я хожу. О, тихонько. Ничего, ничего. Заклоняйтесь. Очень вкусно пахнуть. Да, конечно. С травами, укропами. Обалдеть. Слушайте, ну у вас хоромы. Ну какие хоромы? Ладан, да? Или... А, это же печка. Печка. Топлю печку. Приходите, тепло. А там будет им нужно. Вы что? Нормы точно будем. Давайте, оставайтесь. И видите там остальных. И видите. Поместимся в туфет. Это плохо. У нас есть спальные мешки, если что. Поэтому предложение крайне заманчивое. У меня там помоют. Есть. Ну что, я думаю, что в периодилет и вы, к сожалению, обыдеть, не будет никаких таких серьезных причин. А просто тема. У нас опять здесь, эти вещи, которые... Мы не видим, что мы сейчас получили. Мы не знаем, что мы получили. Мы не знаем, что мы получили. Да, конечно, однозначно. Я уже голодал. Нет, перекусить нам надо обязательно. Потому что... Я вообще сегодня, кроме там чего-то, не ел ничего. Наши остальные ребята. Ты вон, что-то, не ел, не ел. Ты знаешь... Ну... as бы, не ел. Я уже... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не позволило в спальнике ночевать Вот сейчас идем на ночевку К прекрасному человеку Отряд! Отряд! Ведете, баба Маш? Ярослав, ну как ты? Да я живее всех живых Ты готов у бабы Маши переночевать? Почему бы и нет? Милая женщина Ой, красота! Да все они там, все они, что ложите! Ну как тебе? Блин, вообще Огонь? Такой подгон От души Это лучше, чем спать на улице, да? Да, я согласен, я замерз просто как псина Я говорю, если бы сейчас не было этого варианта Я бы сейчас завел бы костер Я бы жил все вокруг А я бы уехал Блин, ну или такой вариант Я уже, кстати, своей написал, что типа Я, возможно, завтра приеду Ты, возможно, завтра приедешь Этот вариант имеет место быть Отлично! Вам Маши мировая, да? Вообще Подгон просто от всех благ От всех благ, да А ты слышишь вот эти вот звуки все природы? Я слышу, там, по-моему, дятел стучит Там птички поют, явно очень много птичек там по лесу И кукушка Кукушка надоедает мне весь день, я скоро с ума сойду Да, она самом деле давит, да, чуть-чуть? Угу Она как сирена какая-то, знаешь, вот Ну такая, очень странная Есть такое А где Бабмаш-то? Бабмаш пошли за чем-то За подушками За подушками А у нее еще вход от всех дверей здесь, да? Угу У нас все дома можно увидеть Блин, как же здесь здорово, а вот честно Переночевать в русской избе вот С человеком, у которого такая широкая душа Но это... Да, встретила нас пятерых И говорит, да заходите Просто Леша вон из другого дома тащит подушки Лавка возле дома Можно разговаривать А самое интересное, что эта лавка-то возле дома Но на ней сидеть-то некому То есть Бабмаша одна здесь Да, я тоже сижу и думаю Лавка друг напротив друга Как будто для людей, которые должны общаться Но нету людей А как бы да А вообще ни с кем Ни с кем Поэтому пришли мы на помощь Угу Вот Маша Подушками возвращаются Бабмаш, мы тут от нашего дружного пионерского отряда Хотим вам презент небольшой вручить Вот пакет провизии Давайте ешьте сами Не-не-не Чтобы вы еще неделю в магазин не ходили Ешьте сами Уютно, сил нет Какую ты, Миша Ту, через которую мы шли Я на щеколку поставлю Сейчас я еще Туда вот это первое Да Да нет, здесь никого Не должен быть Ну, вы исключили Я даже не знал, кто это сунь Поехали Вы счастливы? Да Очень А ты? Да Я так подумал Ну, не знаю И как бы в какой-то момент Мне вот Пошел в магазине Я не могу Находимся в гостях у Бабмаше На улице кромешная тьма Хотели изначально в палатках спать Но как Не было Воспользоваться Не было Не было никакой возможности Не воспользоваться гостеприимством Когда Бабмаше еще и за нами пришла Вот И мы А так же Не идут Да мы стеснялись Че стесняться-то? Стеснялись Это когда не знаешь человека А знаешь человека Че стесняться-то? Ну да Знаешь человека Че стесняться? Но мы здесь как бы с детства Знакомы Поэтому Поэтому вот так Сейчас чай с лимоном Ничего нет прекраснее Не поверите Чай с лимоном Когда ты замерз Кромешная тьма Кромешная просто тьма Десять вечера Там начало одиннадцатого Да? Мы вышли постоять возле дома Дальше ничего не видел Вот да, Руслан Лешка И... Это место просто сериализм Это какой-то... Светите на Лешу Он рассказывает Это просто какой-то Твинпикс И... Светите на Лешу Светите на Лешу Крест поставили На месте Где была церковь Церковь была Очень-очень давно Но... На ее месте Вот поставили крест Там школа Школа Дом, где Жил дядя Данил У него лошадь была Когда-то Вот кусты Здесь дорога шла вниз Раньше Я на ней Маленький На велосипеде Ездил Там сейчас Нет дороги И на ту сторону Перейти нельзя Я на велосипеде Я на велосипеде идут красавцы с металлоискателями ну рассказывайте ничего нет где искали под старым дубом что-то нихрена нет черепки эти не черепки чугунки от горшков короче ну пока безуспешно по-хорошему здесь надо лазить наверное сутки а а а а а а а а а